Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миквуха МакФлайз. Закончится сезон поискового магнита, пришло время, что называется, собирать камни. В этом году в реке возле гидроэлектростанции в Орловской области мы выловили вот такой вот прикольный ножик. Опачки, народ! Это нож! Офигеть! Ну, круто! Реально, нож! Слушайте, ну он старенький, да? Ручка деревянная. Семидесятых? Но все равно, глянь, глянь! Неизвестно, сколько он пролежал под водой. Вот. У меня он в сарае лежит уже, наверное, месяца четыре. Вот в таком вот он состоянии. Сгнило все насмерть. Но, смотрите, он еще достаточно крепкий. То есть он пружинит сталь. Ну, ерунда какая-нибудь, конечно, советская. Вот. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать его не восстановить? В общем, сегодня займусь восстановлением вот такого ножа. Я бы, конечно, никогда его не стал восстанавливать, если бы не нашел его под водой. Просто ножик, получается, с историей. Да? Так-то место ему на помойке. Ну, здесь, как бы, такая вот тема. В общем, друзья, сегодня займусь восстановлением вот такого вот ножа из-под воды, выловленного на поисковый магнит. Для начала нужно избавиться от старой ручки. Не повезло, не фортануло. Хотел сохранить ручку. Ну, что ж теперь. Минут на 30-40 заливаем вот таким преобразователем ржавчины. Пока ножа отмокает, займемся ручкой. Ее буду делать из вот такой вот доски кухонной. Она пришла в негодность, все рассыпалось. И вот можно на такие дощечки ее разломать. Доска, кстати, склеена не только вдоль, но и поперек. Тут вот есть шов посредине. Сейчас попробую ее расколоть и две половинки использовать как половинки ручки. Кстати, друзья, вот этот нож я тоже делал сам. Это косарь. Ему лет довести. Нашел его в ржавом состоянии. Так он сейчас прям крутой, брутальный. Немножко проживел. Видео о том, как я его делал, прикреплю. Тоже можно посмотреть. Чтобы не работать с большими кусками, предварительно отрезаю. Но делаю это с запасом. Вот у меня будущие две половинки ручки. Прошло у нас больше часа. Будем доставать и смотреть, что сделал преобразователь ржавчины. С нашим ножиком. Так как будто бы ничего не сделал. Смотрите, тру, и вот уже вылезает чистый металл. Вот, видите. Неплохо он отработал. Запах такой, кстати, своеобразный, как речной. То есть вот это же все налет речной и такой, как в болото залез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После очистки и небольшой шлифовки вот такая вот форма у меня получилась. Ну, видите, нож уточенный был. Вот, соответственно, надо сейчас все это выровнять. Я думаю, что снимать я буду вот такое вот количество металла, чтобы потом ручка хорошо легла и было ровно. Нож будет не такой длинный, как был изначально. Так не получится. Ну, в целом, будет как-то вот так. Сверлим новое отверстие. Делать это будем сверлом по кафелю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь будем сверлить половинки ручек. Сначала одну прикладываем, просверливаем, а потом уже вторую и полученным отверстием сверлим с другой стороны. Закрепляем и сверлим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикладываем вторую половинку ручки. Опять закрепляем. И в полученное отверстие сверлим еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заклепки буду делать из вот такой алюминиевой проволоки 5 мм. Все очень просто. Отрезаем, расплющиваем один край, вставляем, расплющиваем второй край. И ручка на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая у нас получается заклепочка. Все, делаем вторую. Попробуем собрать, что у нас получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заклепочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Предварительно. Вот так вот. Пока заклепки выпадают, но их же надо расклепать. Немножко подрезал заклепки. Естественно, будет держаться не на одних заклепках. Будет еще и клей. Поэтому сейчас наношу клей и расклепываю. Собственно, вот и вся история. Сначала наносим сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, теперь разъединили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Положили через три минуты. Будем расклепать. Клей подсох. Можно начинать придавать форму ручке. Сначала надо выровнять все. Ну, а потом уже что-нибудь, я думаю, дородится. Была она, кстати, овальная, я напомню. Может быть, такой мы ее сделаем, как она была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного придал форму рукоятке. Получилось вот так вот. И, знаете, что-то такое японское проступает, мне кажется. Поэтому я решил изменить форму наконечника. Да, убрать щучку и сделать такой чуть более японский профиль. Будет у меня японский нож. Хе-хе-хе-хе. Японский бук. Хе-хе-хе-хе. Шлифовка я закончила, остались кое-какие косяки. Но у меня есть отличный способ сделать так, чтобы косяков видно не было. А именно, обработка огнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руковид приобрела наша рукоятка. Можно еще покрыть маслом. Ну что, друзья, будем подводить итоги сегодняшнего видео. Вот такой вот ножик у меня получился. Ну, немножко странноватая форма. Наверное, над ней стоило поработать чуть подольше. Хотя, с другой стороны, прикольно. Уж во всяком случае лучше, чем было до этого. Проведем немножко испытание. Я его подточил. Не очень сильно старался, но он режет. И делает это неплохо. Так, нож кухонный, поэтому тест кухонный. Вообще без нажима. Мне нравится. Слушайте, работает. Работает штуковина. Вот, друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Нож, конечно, не идеальный. Видите, тут осталось еще много каверн. Но, с другой стороны, у кого есть нож, который, не знаю, 30 лет пролежал на дне реки? Да, практически ни у кого. А у меня теперь и есть Миклух Макфлай. Друзья, делайте вещи своими руками. Любите историю. Пока-пока.